сегодня у нас будет новая тема она является продолжением с одной стороны продолжением темы связанной с нейронными сетями то есть подход основанный подход построения интеллектуальных систем на основе данных то есть получение моделей из данных другой стороны значит эта тема она пытается проиллюстрировать то как сейчас происходит синергия разных подходов это и подходы на основе символьных моделей подходы на основе вычислений подхода на основе обработки данных в некоторую такую агрегированную систему да которая позволяет вам решать самые разнообразные задачи значит венцом наверное таких систем сейчас является очень популярная модель под названием чат gpt и ее развитие gpt4 а именно модели которые позволяют вам работать во первых с открытым множеством задач да то есть не специализированные под как какие-то конкретные задачи как мы до сих пор рассматривали задачи обработки текста видео изображение аудио а модели которые позволяют вам как бы общаться как с человеком да то есть формулировать задачу на естественном языке и получать ответ вот кроме того сейчас очень популярное направление связано с тем что модели становятся мультимодальными то есть они теперь принимают не только там текст изображения на видео да сразу все одно время то есть можно подгрузить какой-то время видео файл и спросить систему найди ко мне пожалуйста там какие-то такие-то события вот система вам их найдет по вырежет да и выдаст подробный отчет о том как она пришла к такому решению в общем цель текущей темы до разобраться что вообще происходит понятно что многие модели являются скрытыми в том числе тот же чат gpt это коммерческая система которая никак не описано как она внутри устроена тем не менее есть в открытых источниках большое количество примеров того у похожих систем до которые позволяют получить схожий результат кроме того есть попытки например на основе вот этих закрытых систем вроде чат gpt получить некоторые эквивалентную модель до который имитируют поведение чат gpt пытаясь свести их результаты примерно к одному и тому же вот и сегодня мы начнем с такой вот публикации довольно большое большая работа выпущена буквально пару месяцев назад значит касается такой такой термин называется фундаментальной модели культимодальной пытаются авторы провести мостик между вот таким классическим использованием интеллектуальных моделей которые решают какие-то специализированные задачи они называют специалистами экспертами к моделям общего назначения такие интеллектуальные ассистенты которые умеют решать самые разнообразные задачи ну здесь надо тоже понимать что эта статья и авторы являются сотрудниками компании microsoft и они конечно же хвалят свое болото значит microsoft как вы знаете она не только разработчик windows и офиса да она еще и владелец одного из трех крупнейших провайдеров обычных вычислений да это и и же microsoft и же облако а также они являются совладельцами компании open ai разработчика чат gpt вот поэтому конечно же данная статья не лишена некоторого маркетинга то есть они здесь проводят определенную идею того как должны строить системы искусственного интеллекта естественно что они должны строиться на основе технологии компании microsoft но мы конечно же будем фильтровать все это да и понимать что в любой правде есть доля правды то есть несмотря на то что эта статья профинансирована компания microsoft все здешние участники являются отчасти сотрудниками microsoft да как можно видеть по их мы его не все являются штатными сотрудниками тем не менее они достаточно квалифицированы да и собрали довольно большой объем обработали большой объем информации для того что представить такой некоторый обзор представлен на одной из ведущих конференций по видео и обработки на по интеллектуальным систем искусственному интеллекту вот соответственно мы будем использовать ее в качестве такого некоторого обзора для нашей нашей лекции значит что вот авторы предлагают первое что рассмотреть сначала такую некоторую эволюцию систем от самых простых до некоторых специализированных моделей дата к моделям общего назначения соответственно так как речь статье идет про мультимодальность и в целом весь двадцать третий год он прошел под знаком мультимодальности если в прошлом году искусственный интеллект гремел на весь мир с точки зрения решения в первую очередь языковых моделей на то есть или отдельные языковых отдельные визуальных моделей это и чат gpt в котором можно было пообщаться с компьютером достаточно реалистично отвечающим на ваши вопросы это и различные модели вроде stable diffusion вроде mid journey которые позволяли вам генерировать различные изображения вокруг них начали обрастать модели клоны там и яндекс и сбербанк и кто только не пытался повторить результат да то есть всех так или иначе это получается то есть произошел некий такой прорыв в уровне работы этих моделей вот а в этом году соответственно уже пошел тренд на смешение различных модальностей под модальность понимается различный способ представления информации то есть например смесь языка и картинок смесь там изображений и аудио смесь там аудио и видео например использование этих этой информации как для как входа модель да так и выхода модель то есть и генерация аудио видео текстовой информации да и задание вопросов там виде аудио видео то есть спросить например вот подать картинку и спросить а что на ней нарисовано да это мультимодальная задача все на одновременно нужно анализировать и текст то есть текст вопроса до понимать что спрашивает человек в то же время задавать некоторый набор визуальных образов да на основе которых нужно будет делать ответ вот соответственно первоначально да речь шла вообще о если смотреть уже теперь эволюционно да то здесь примерно 10 лет если не больше надо вот эта часть вообще ходит там какие-то в прошлые века то есть все вот системы искусственного интеллекта тут с точки автора да они движутся вот по таким этапам и самый первый этап это специализированные модели мы очень много моделей с вами в этом курсе уже успели рассмотреть это и символьные вычисления да и различные то есть не символи вычисления модель на основе символьной то есть логические модели да там это и вероятностные модели модели на основе данных и чего только не было огромное количество моделей каждый из них предполагает решение какой-то конкретной задачи на то есть какая-то конкретная модель там пример те же там правила в дружесе да они решают конкретную задачу они являются такими специалистами своих областях не недаром их называют экспертной системы то же самое это многие нейронные сети там до недавнего времени они были узко специализированы они были разно направлены на решение конкретной специфической задачи там разного не распознавание например котиков собачек на картинках либо там деталей одна из групп по у тс они вот у них специальное практическое занятие для научить нейронную сеть распознавать конкретные объекты вот это задачки связанные с специальными задачами да то есть первый этап эволюции следующий этап это задачи связанные с предобучением моделей то есть мы например не хотим уже тратить много много времени на то чтобы каждую модель обучить под каждую задачу да мы пытаемся взять огромный огромный массив информации там какие-то гигантские датасеты на миллиарды картинок с миллионами лейбов то есть обозначение что это что на этой картинке находится да или огромный массив текстов там миллиарды разных текстов все книги мира там собрать в одном месте попытаться их прогнать через некоторую огромнейшую нейронную сеть там с миллиардами параметров и получить на выходе некоторую модель которая будет моделировать язык например да если речь идет о тексте и дальше уже попытаться использовать эту модель при решении задач без дообучения да то есть здесь мы должны были до обучать до конкретной задачи там например хотим распознавать котика в собачек значит мы должны собрать свой собственный тетасет котика в собачек взять какую-то модель одну из существующих да и натренировать обучить то есть по сути посчитать много много раз градиенты да скорректируйте свои коэффициенты чтобы нейронная сеть находила говорю там здесь собачка здесь котик вот в предобученных моделях вам уже не нужно это делать вы уже берете говорите что вот хочу здесь найти собачку или котик если вам повезло если вашим ваше изображение но ваша задача попала в пространство этих огромнейших дата сетов до которые используются для при тренированных моделей то вам повезло да ваша собачка будет определена как собака не как код или кто-то еще вот то же самое с текстами да то есть вы пытаетесь то есть как как устроены все эти модели тексты да вы им даете некоторые тексты да и она угадывает что будет дальше то есть переводя там например каких-нибудь чатов да вы вводите вопрос это набор некоторые входной информации да то есть первая часть вашего текста и задача модели угадать что же нужно какие там условно говоря слова нужно подставить в каком порядке чтобы получить ответ вот если очень очень много текстов прогнать да по сути прочитать все книги мира то вы по сути сможете просто угадать что нужно ответить человеку вот на этом основываться вот такие вот модели как берт g5 2 берт это соответственно гугловая моделька g5 2 и толпиной значит то же самое для изображения да то есть тоже есть натренированные модели модель клип по каждому все разговаривать до модель дали тоже модели предназначены для генерации то есть разные задачи да вот там для классификации моку для ретро его клип преобразование стиля до дали соответственно эти модели уже обучены ими можно пользоваться без до обучения по сути брать и решать задачу ну конечно они не идеальны вот поэтому для них разрабатывают задачи называемого файн тюнинга да то есть до настройки это означает что вам не нужно уже прогонять миллиарды миллиардов текстов изображений через них да вы можете взять некоторое ограниченное множество ваше множество для ваших задач который позволит вам эти задачи решать конкретно специализировать на под вашу задачу то есть на лицо там на порядок сразу экономия в трудоемкости решение вашей задачи то взять с нуля до или взять готовую и немного до обучить надо обучать тоже неудобно потому что модели большие данных все равно много да и все это все очень дорого сложный долго поэтому на текущий момент до наиболее такой проработал сейчас как раз конкретно происходит некоторая революция да это универсальные модели модели общего назначения которые позволяют вам более точно решать задачи неважно связаны с текстом с видео или с какой-то дополнительными модальностями просто добавляя некоторые контекст модели называется эта штука in context learning то есть вы уже не занимаетесь не расчет никаких градиентов вас просто есть готовая модель которая может обучиться с помощью ваших подсказок in context learning вы говорите о том модели как себя вести вот даете несколько примеров прямо в режиме диалога и она без всякого до обучения дает вам правильный ответ на ваш вопрос вот так устроены g5 и 3 так устроена open source модель лама так устроены модели фламинго пальме и так далее мы все тоже будем их рассматривать вот ну и наконец есть четвертый тип которому сейчас активно стремятся ну по крайней мере авторы которые скажем так аффилированы с компанией владеющие эти модели да говорят что вот есть новое направление 4 да это ассистент общего назначения с которым вы можете вести диалог объяснять им что надо делать вводите в контекст то есть не просто там примеры привести да прям контекст сказать плюс у них есть доступ не только к тому на чем они учились да ну и в целом ко всему интернету соответственно они могут дополнительную информацию тоже получать вот соответственно здесь тоже возникает несколько специальных свойств да то есть здесь у нас появилось это свойство in context learning то есть обучение в процессе общения да то есть вы можете модель вводить контекст в процессе работы с ней и в процессе обучения до в процессе уже использования подсказки на это и во вторых вы можете например на третьем этапе предлагать ей расписать план того как она рассуждает то есть не просто выйти угадать ответ на попросите ее например рассказать а как она это делает то есть какие декомпозировать задачу по сути да либо самой либо самому пускай что сделала задачу так 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 три этапа она вам расскажет что на каждом этапе будет обосновывать свое решение вот здесь появляется еще интерактивность это в первую очередь запоминание контекста да то есть у вас в чате появляется некоторая предыстория которая также является контекстом помимо того контекста которого и подсовывать и самое главное это instruction following то есть модель за счет специальных алгоритмов может быть скорректированное поведение да ну самое известное из них это корректировка скажем так толерантности модели на то есть именно политкорректности модели да то есть как может быть кто-то слышал до что там год назад когда microsoft попытался опубликовать не чат g5 а другую модель модель очень быстро скатилась до как там расизма шовинизма и так далее да то есть ну по сути она взяла все данные которые есть и оказалось что в среднем данные которые представлены в интернете которых она обучалась огромная конечно всяких троллей и которые просто и и забомбили всякими сумасшедшими идеями вот эта модель очень быстро превратилась какой-то мусор вот соответственно новое поколение модели да не вот instruction following это способ обучения таких моделей быть уследовать некоторым правилам которые сформулировали люди да то есть по сути в процесс обучения помимо огромного объема данных включаются еще так называемые люди-разметчики которые помогают модели противостоять вот этому мусору информационного да который существует вот для мультимодальных моделей пока вот такое еще ну с точки зрения авторов такое пока еще не было предложено вот поэтому тем не менее в этой статье они пытаются наметить некоторые шаги значит соответственно как строится эта статья дальше да то есть это разбор сначала ну опять же речь идет о мультимодальности да и как самый такой очевидный пример мультимодальности да это смешение текста изображений соответственно огромную часть данной статьи посвящена именно обработке визуальной информации потому что в отличие от текста текст который более-менее людям понятен да это последовательность символов организованная которая довольно неплохо уже сейчас ну например чат gpt она довольно неплохо уже сейчас обрабатывать то есть вы можете поговорить с компьютером но нам даже какие-то вразумительные ответы начнет отвечать вот для визуальных образов да то есть мультимодальности когда у вас смешает смешивается текст изображения при когда вы хотите спросить а что на этой картинке нарисовано да или вот у меня есть там тысячи фотографий найди мне пожалуйста что нужно там не знаю какой моего любимого котика или там вы видим ли просто список всех котов которые у меня были ну и так далее да то есть любую задачу вы решаете у вас есть массив информации аудио визуально там не знаю какие-нибудь датчики термодатчики да то есть огромное количество различной информации это разная модальность соответственно вопрос в том как эти модальности объединить чтобы получить модель универсального характера вот и соответственно какие здесь есть проблемы да что по сути вам нужно в эту модель попытаться смешать несмешиваемые вещи то есть у вас есть интерфейс задавание вопросов да ну текст по сути человек подобный да а есть некоторые изображения которые вы хотите подсунуть дополнительно к вашему вопросу вот здесь как задача решается да ну такая классическая идея называется энкодер то есть картинка трансформируется в набор чисел и вот эти числа вместе с числами описывающими текст на текст тоже можно в число трансформировать самый простой способ это каждому слову словаре составить поставить некоторое число да и текст это по сути некоторая последность чисел так вот когда вы можете то же самое сделать с картинками да каким-либо образом мы еще поговорим о том как это делается у вас по сути получается единая последность чисел которые можете объединить да и прогнать через языковую модель то есть по сути ну lm это watch language model то есть большие языковые модели такие как gpt например которые позволяют вам обрабатывать по сути последность чисел изначально это последний вопрос то текстом вот сейчас речь о том да что уже смешивают то есть по сути трансформирует например визуальную там аудио термическую информацию трансформирует тоже последность чисел да и объединяет ее вместе с текстом получают такое некоторые мультимодальные представления входных данных которые затем пропускается через языковую модель потому что языковая модель она на самом деле просто работа с последовательностями вот изначально это были последности языка теперь это просто последности различной информации определенным образом структурированы на выходе получается тоже последность чисел в простейшем случае это последний слов опять-таки да где каждому числу составлять слова там их и получается текст ну и также это может быть тоже через специальные генераторы до числом сопоставлено обратное изображение да и получится некоторые например изображение на выходе из кусочка составлено или из пикселей соответственно вот два ключевых вопроса да коллеги ставят то есть даже тут два таких ключевых да по мультимодальности как представить изображение в виде последности чисел да как из последних чисел получить изображение вот ну и кроме того касаемой конкретно текстовой информации да как объединять визуальные модели с текстом да как обучать такие модели то есть настраивать их как настраивать коэффициенты в этих всех нейронных сетях и как например эти модели теперь объединять некоторую последность тулов чтобы решать такие мультимодальные задачи соответственно исходя из этих вопросов до строится дальше это статья огромнейшая до начинают они с того как вообще понимать изображение то есть на вход массив пикселей вам нужно из него получить некоторую осмысленную последность чисел которые потом используют при анализе это задача понимания изображений вот потом тема есть отдельно связано с генерацией да когда у вас есть набор чисел представляющих изображения вам нужно из них генерировать изображение это задача генерации изображений вот дальше есть у них отдельные темы касающиеся того как объединять визуальные языковые модели как их настраивать да и наконец как их объединять в последность вызовов то есть создавать некоторых таких экспертов интеллектуальных которые могут решать мультимодальные задачи соответственно здесь вот дальше идет расписывается подробнее да что происходит примерно на схеме вот структура этой статьи да вот выглядит следующим образом то есть есть общая тема мультимодальных моделей которая дробится на несколько частей да это специализированные модели предобученные которые умеют сами решать задачи без какого-либо дополнительного ввода со стороны пользователя и это модели общего назначения которые умеют решать задачи в целом да то есть не специализированные как здесь да а в целом соответственно специализированная задача делится на задачи визуального понимания визуальной генерации визуальном понимании да это обучение с учителем это то что мы до сих пор изучали в тех трех лекциях по нейронным сетям которые у нас были есть вот такие более современные подходы да это обучение на противопоставить противосопоставление да обучение на тоже на противосопоставление но самообучением да уже без каких-то языковых примочек это смешение всех трех типов да это смешение на уровне данных и наконец обучение уже конкретно уровне там пикселей пример вот то же самое генерации да то есть это как из текста получить изображение например нарисуй мне что-нибудь и он вам модель рисует это знаменитая модель стейбл диффузен которую наверно только ленивый с ней не игрался еще значит это как контролировать процесс как с помощью текста например объяснять что нужно изменить на изображении как заставить модель двигаться ну как как заставить модель выполнять точности те требования которые выставляют пользователь инструкции да ничего не пропускать ничего не забывать ну и наконец самая такая передовая тема да это концепт кастомизейшн то есть как например сказать вот у меня есть собачка нарисуй ко мне и и там в таком-то окружении да это отдельная тематика связана с тем что вы модели говорить что вот есть такой-то концепт и говорите о том что нужно выполнить такую-то задачу этим концептом визуальную задачу если тоже задача генерации вот если говорить про универсальные модели то здесь уже другие совсем вопросы да например как перейти от некоторого закрытого множества которые есть на этапе обучения некоторому моделям с открытым нужно которые могут в принципе работать с произвольным текстом это попытка перейти от специфических задач а там детектирование сегментации маскирование и так далее к общим моделям где вы просто говорите вот хочу так а хочу так а сегодня хочу так то есть одна модель решающие все задачи видеоаналитики и наконец перейти его статичных моделей на где вы просто решаете какие-то пусть даже несколько но какой-то предопределённый набор задач да к моделям на основе промптов то есть на основе подсказок то есть вы на языке в каком-либо языке говорите что вам нужно сделать вот тоже рассмотрим одну из моделей сам сегмент и нефиг на то есть модель который позволяет вам выделять маски на изображение без каких-либо без какого-либо обучения вот очень большая тема связана с большими языковыми моделями да как они попытка понятно что никто не знает как устроен чат gpt кроме разработчиков чат gpt но попытка на основе open source моделей то есть модели с открытым исходным кодом понять как же может выглядеть такие модели на то есть это как использовать такие модели например того чтобы по картинке генерировать текст то есть объяснить по сути что она изображена на картинке да как например долб учить такую модель огромную как например сделать модель на основе другой большой языковой модели и наконец как что дальше на с этим моделем можно делать как они будут развиваться вот мы наконец заключение тема связанная с мультимодальными агентами то есть это системы которые которые позволяют вам выстраивать некоторые специализированные задачи которые проходятся там в первой части для того чтобы решать задачу в общем то есть они пытаются объединить некоторые универсальные модели на базе больших языковых моделей со специализированными моделями которые позволяют вам извлекать либо извлекать либо генерировать информацию на основе текста вот этим четырем вот этим темам да и будет как бы посвящена дальше наша лекция